На Череповецком рынке нет грибов и лесных ягод, только садовые. И не будет, утверждают местные специалисты. Виновница – сильная жара. Грибница уже погибла, так же, как не будут брусники, потому что она отцвела хорошо, отцвела. И не с чего взять соки, у нее нет соков, она вся погибла. Грибникам удалось пособирать колоссовики в начале июня. И все. Сезон грибной охоты в этом году можно считать законченным. Не пощадило солнце чернику, не приходится ждать брусники, кругом сушь. Прошедший недавно левень ситуации не изменил. Сухая земля, сухая трава накануне вечером. Она загорелась под Октябрьским мостом. Густые клубы дыма окутали часть дороги, тушить кострище пришлось пожарным. Постоянно приходится заниматься с водой дачницы Лилии Александровне. Мы стараемся в теплице, вот парник, огурцы, картошечку поливаем. Ну вот вчера наполивали морковку, свеклу. Воду в этом дачном товариществе подают централизованно с реки. Раньше дни полива устраивали три раза в неделю. Сейчас прибавился еще один, дополнительный. Поливать приходится и кусты смородины, и яблони, с которых от жары начали падать плоды. Вода нужна и картошке, иначе осенью выкапывать будет практически нечего. Если дачники на небольших огородах с поливом справляются, то сельские хозяйства на просторах полей не всегда. Как считают экономисты, нынешняя засуха подхлестнет инфляцию. Уже подсчитывают, насколько будет меньше урожая того, что запланировано. По самым пессимистичным прогнозам, цены подскочат уже этой осенью. Наталья владелица маленького шоколадного бизнеса, терпит убытки уже сейчас. В жару сладости почти не покупают, да и самой работать в палатке тяжело. Ну, конечно, утомляемость повышенная. Я, в принципе, в ларке даже находилась, постоянно на улице где-то. Как подсчитали специалисты, работоспособность людей в помещениях без кондиционера может снижаться на 60%. В европейских странах есть понятие сиеста. Однако, как показывают результаты опроса одного из московских рекрутинговых агентств, вести длинный перерыв на обед большинство работодателей не хотят. Погода тем временем сильно не поменяется. В эти дни череповчан радовало, как говорят синоптики, ласковое летнее тепло. Но уже завтра за дело со всей серьезностью снова возьмется июльское солнце. По народному календарю. Сегодня Прокопий – жнец. Начало самой сильной жары. Жара, как считают специалисты, будет больше 30 градусов. Возможно, разбушевавшееся солнышко прикроют облака. Тогда будет полегче. Однако зной, по прогнозам метеорологов, не покинет череповец до конца июля.